Ребят, не знаю, насколько давно, но тут начали появляться ребята Додо. Он только что у меня появлялся на радаре, поэтому они теперь водятся не только в Америке, где-то здесь он водится плюс-минус, а когда был на той стороне, он появился. Я думал, что его можно словить только в Америке, а сейчас, ребята, оказывается, что можно его словить даже на Майдане независимости. Может быть, это еще есть место, но вот Додо тоже появился здесь, ребята. Так что приходите, ловите, они здесь появляются. Ребята подтвердили, что да, где-то вот на той стороне он появляется, примерно где-то возле глобуса, поэтому вы можете спокойно приходить и ловить тут эти двухголовые птицы для того, чтобы сделать третью эволюцию. Джиглипав, ребята, джиглипав, давайте все-таки его слове. Джиглипав, если тебе показало, врань, и теперь давайте возьмем его гритболом. Заберем. Грит, хороший бросок. Если у тебя нарисовано, что они в травичке, это значит, и третий, отлично. Наш моржик, давайте все-таки его заберем, чтобы он не скучал. Это стил, вторая эволюция будет такого более интересного. Причем на 600, ребята, стил на 600, ну, в общем-то, это же неплохо. Надо все-таки его брать. Возможно, потом по их конкулятору мы проверим, насколько он крутой. Но сейчас пока что будем ловить. Хотя я помню, что эволюция у меня вторая, его тоже очень неплохая. Поэтому я думаю, что не будет лучше, хотя все возможно. На самом деле, самый более мощный покемон, ребята, как я заметил, выпадает из яиц. То, что у вас вылупливается, если проверять потом их под калькулятору, они более-менее сильные. То есть у них всегда выше становится на финише комбат пауэр. Поэтому, но это тоже не слабый, мне кажется, надо его будет проверять. Вот мне нравится то, что мы увидели, и поэтому будем ждать. О, ребята, там тоже стоит венузавр какой-то. Смотрите, то, что мы сегодня сделали, кто-то посадил тот же еще одного бульбазара. Ого. А, 36-й левел. Ну, мне нечего сказать. 36-й левел. С моим 27-м это ни в какие рамки не годится. Ребят, прошло до хрена времени, а я вот сижу, а моя панда кунфу стоит. Она ждет, она ждет противника, 1700 комбат пауэра. Поэтому Майдан держится, пока что все окей. Не знаю, сколько долго он простоит там, но пока что есть. По шопу видно, что пока что гим у нас на месте. Я потратил монетки для того, чтобы закупить инкубаторы, поэтому ждем тоже, может быть, какое-то вылупление яйца. Сейчас где-то пройдемся и посмотрим что-то новенькое, интересное. Мэджикарп, ребята. Да, это Мэджикарп, из которого появляется Гайардосик, который появляется вот здесь на Майдане. Вот. И мы его словили, ребята. Плюс один Мэджикарп. Итого у нас 160 конфет. Отлично. Вдалить. А думаю, где здесь Мэджикарп появляются? А вот они. Так, ребят, что у нас еще появилось? Клифери. Давайте Клифери словим. Словим Клифери, чтобы она не скучала. Так, на 110. Ну такая, честно, слабенькая. Но все равно давайте возьмем Гритбол. Нам вроде бы и хватает. Это будет лучше, чем Покебол обычная. Поэтому, оба! Грит, хороший бросок. И проверяем. Сразу, ребят, что-то даже не трусилось у меня даже и Покебол. Сразу словили. Бывает и такой прикол, когда у вас даже не трусится сам Покебол и просто сразу ловится. Не знаю, на что это влияет. Либо это глюк, либо это не глюк. Но словилось сразу без трех толчков. Голдин. Ребята, 92 Combat Power. Давайте ее крутанем и заберем. Я думаю, что тоже без проблем она к нам пойдет. Раз. Два. А, у меня ничего не вырывается. Три. Все. Вот так вот. Везучие. Это просто закрученные, ребята. Голдин тоже у нас. Отлично. 92. Продаем ее. Продаем. И пока что вроде бы все спокойно. Появился Голдак. Давайте все-таки будем тоже его убрать, ребята. Алюры сработали. Голдак на 423. Конечно, слабенький. То есть максимум, что мы можем с него сделать только корм. Обидно. Но ничего. Как бы у некоторых вижу появляться на тысячу с чем-то. Но у нас попался на 423. Кидаем крюченый. Грид. Хороший бросок. Надеюсь, что все-таки мы этого Голдака заберем. Что-то подтупило. Ждем. Есть. Готчи, ребята. Словили. Отлично. Голдак у нас. Причем хороший же Голдак. На 690. Блин. Хочется его проверить. Наверное, оставим пока что его. Надо будет его проверить и в конкулятор. И посмотреть на самом деле вообще, на что он способен. Потому что, а вдруг он хороший? А вдруг у него хорошие показатели? И он в будущем может стать неплохим покемоном. Оставим, а потом уже проверим. Старью появилось. Но пока что у нас еще надо словить Зубота. Чтобы он тут не скучал. Главное забрасывать очень далеко. Видите, то есть если бы, конечно, он не начал производить атаку, я бы его спокойно словил. Главное, это попасть в этот момент. Вот. Оп. И все. Грид. Хороший бросок. Мне говорят, Андрюх, как ты дальше крученым? Ну, я не знаю, ребята. Просто кручу, закидываю. Ну, то есть это дело практики. Просто практикуйтесь, и вы научитесь. И у вас тоже будет, думаю, получаться. Потому что ничего в этом тяжелого нет. А Старью где? Она исчезла, ребята. Она исчезла. Только что была. Блин, только что был. Блин. Куда все покемоны исчезают? Только что стоял, ребята. Блин, Египта. Первая эволюция. И исчезла Старью. Реально просто печально. Обидно. Досадно. Ну, ладно. А вот и Старью. Снова она появилась. Давайте ее будем ловить. 373. Ну, такая себе. Не ахтистка. Сказал бы честно. Максимум только на конфеты можно пустить. Поэтому берем гритбол. И закидываем. Попадаем. И забираем. Что мы в итоге имеем? И снова пока что нету. Просто словили. Странно, ребята. Если у вас такое тоже есть, напишите. То есть мне бывает временами ловится покемон. А без толчков. Стоит у нас еще псидак. Но вот сразу так вот зависло чуть-чуть. И все. И мы его словили. Ну, либо бывает выбирается. Бывает по-разному. Псидак тоже слабенький. Тоже на конфеты. 207. Давайте все-таки бац. И пробуем все-таки его тоже забрать. И что мы в итоге имеем? Опять нет. Пока стоит. Пока стоит. Почему-то не захотел залазить. Пробуем еще раз. Главное его покормить, ребята. И снова закидываем угловой. Проверяем. Я думаю, что в этот раз уже будет все окей. 1, 2, 3. Да, теперь все хорошо. Теперь словилось. Почему-то в тот раз не получилось. Возможно, рандомом ему выпал тяжелый уровень захвата. Поэтому Крифери, ребят. Ну вот на Майдане, когда работают два лура, просто можно спокойно собирать покемона в себе. Возможно, если вы живете далеко в районе, конечно же не надеетесь за то, что у вас будет попадаться очень много крутых покемонов. Но вот именно в центре Майдан, например, Арка Дружбы Народов, есть разные места, где водятся очень интересные покемоны. Их много. Поэтому Майдан это одно из таких, где всегда работают относительно луры. И когда можно поймать что-то интересненькое. Как это я образно делаю сейчас. Говорят, где-то появился вопарион, ребята. Все поднялись. Все поднялись. Говорят, надо идти искать вопариона. Все, ребята. У людей бомбануло. Вопарион. Смотрите, жесткий подрыв людей. Все хотят себе водную Иви, ребята. Все где-то вопариончиков. У всех сразу пуканы загорели. Они готовы. Они готовы идти искать. Все. Пошли поиски. Но я же не буду отдельно идти. Поэтому, конечно, ребята, я пойду вместе с ними. И поэтому я пойду славлю вопариончика. А где он? Да, ребят, вот он. Видите, вот он радарчик. И, конечно, дальше всех находится. Но это вопарион. Это вам не писюн моржовый. Поэтому надо все-таки его найти, словить. Пока мы идем, будем ловить псидака. 666 просто, ребята. Это у нас, знаете, такой дьяволский псидак. Где у нас находится наш вопарион? Что? Все? Никто ничего не знает. Все молчат. Они все готовы. Они все побежали куда-то. Ёперный. Наверное, что-то все-таки нашли. Наверное, все-таки что-то нашли. И я, наверное, тоже побегу. Куда они побежали? Они где-то, наверное, нашли. Они, наверное, решили, ребята, респаун по карте. Сто пудол. У них работает карта, где показывают, появился тот или иной покемон. И это просто триндец, ребята. Это просто триндец. Я стараюсь это все снимать. И я сейчас снимаю. Это все бежит толпа. Куда-то. Я не знаю, куда. Но они все бегут. Они все бегут. И я бегу вместе с ними. Куда бегут они? Говорят, где-то здесь. Говорят, где-то здесь. Они включили карту. Сто пудов играют. Сейчас по карте. Но мы бежим за ними. Говорят, где-то здесь появился вопарион? Где? Пока мэджикарп вижу. Мэджикарпа вижу. Давайте, ребят, пока словлю мэджикарп. 171, слушайте. Сильный мэджикарп. Надо брать. Вот он уже стоит на этом. На гиме. Все, ребят, я его нашел. Он на гиме стоит. Я нашел его, ребята. Вот на гиме стоит вопарион. А! Ну да. Что, дебилы? Я пошу. Я же на гиме, блядь. Не поняли нихрена они. Да он просто. Блядь, не побежали. Ой, ребята, блядь, не могу. Я говорю просто на гиме стоит. Ребят, ну это, конечно, умора. Побежали, блядь. Что, все-таки не обманул, видите, ребята? У меня, это, чуйка, чуйка, наверное, да? Или что? Что, реально? Что, я просто мастер? Нет. Что, реально? Я все-таки его правильно сказал? Да, ребята, ай, какой я молодец. Вот вопариончик. А я сказал, как он нужно бежать, а? Как жопой чуял. Он съебал. Как жопой чуял. 1700. 1300. Окей, ребят, ультрабол. Ультрабол. Вопарион. Ловим, ребят. Все стоят. Я как жопой чул, куда надо бежать. Раз. Два. Решил. Решил поприкалываться. А все обижали. Есть, ребят. С первой попытки вопарион. Все. Все расходимся. Неплохо, ребята. Вопариончик. А, конечно, суператака у него отстойная. Отстойная суператака. Но, блин, это вопарион. Мы словили вопариона на Майдане. Офигеть. Ребята. 1310. Ну, такая себе. Но это вопарион. Ребят, неплохо. Отлично. Отлично. У нас, конечно, этих вопарионов хватает. Но еще плюс 1. 1300. Можно подкрепить к нашему результату. Супер. Ребят, так что вопарионы вы можете так же само находить на Майдане. Как мы это сделали сейчас. Я с помощью шутки сказал, ребята, он находится на гиме. С тем, что просто стоит вопариончик здесь. И оказалось, что все-таки возле этого гима реально появился вопарион, ребята. Вот реально появился вопариончик. И это просто жесть. Что происходит? Ну, это не имеет. Что происходит? И это не имеет. Что происходит?